Капитан. Правда. Капитан. Правда. Капитан. Что-то капитан наш сегодня не торопится. Профессор, не отвлекайтесь. Корень из шестидесяти. Семь целых семьсот сорок шесть тысячных. Блин, офигеть. Профессор, если, не дай бог, вражеская пуля попадет в ваш профессорский Юрик, то она там ничего не поймет. Пуля, Сереженька, как известно, дура. Точно. Ну как? Как можно вот это все запомнить? Как? Это замечательная история. Как-то в школе после каникул учительница собрала нас и говорит, дети, я слегка перепутала задание на лето. Вы должны были выучить не таблицы Брадиса, а стихотворение Пушкина. Но тот, кто выучил, все равно молодец. Вы ее не убили? Не помню. Кажется, нет. Святой вы человек. Зла не помните. Безобразие! Безобразие! На просторах моей страны, то есть практически на моих просторах, сидит какая-то в кустах с полосатой палкой и меня! Меня! Я говорю, я спешу Россию спасать, а он мне... Почему вы нарушаете? Почему вы нарушаете? Как будто можно Россию спасти, не нарушая! Дайте, пожалуйста, воды. Спасибо. Штарфанули? Ну да. Полчаса протокол составляли, потом еще пришлось сберказ утащиться. А что, без протокола никак? Что? Чтобы я, капитан, правда, взятки давал, да еще какому-то сопляку, у которого со ста баксов сдачи нет. Да, вот такие вот и позорят нашу милицию. Ну, конечно! Легче всего-навсего опоздать на собрание, где мешается судьба Отечества! Нагло, но справедливо. Кстати, сколько времени? Мы новости не пропустили? Сейчас же будут задания передавать. Опа! Уже! Блин! И все из-за какой-то полосатой милицейской палки! Капитан! Кажется, задание мы уже получили! Не понял. Речь наверняка идет о ГАИ. У вас есть квитанция по вкладе штрафа? Есть. Вот. Это первый случай в вашей водительской практике. Третий. И на всех, кстати, есть квитанции, пожалуйста. Все время в кассу. Ну вы, блин, даете! Нет, это вы даете! А я всегда поступаю по закону. Кажется, есть. Смотрите, обратите внимание. На всех квитанциях один и тот же номер. 0707. Капитан трижды был оштрафован за скорость 135 км в час. Ну и что? Да не перебивай. Три раза. Три одинаковых номера. Налицо треугольник. И не простой, а логический. Водитель, гаишник, штраф. Так, делим 135 на 3. Получаем 45. Ну все ясно. Что ясно? И синус, и косинус из 45 равняется 0,77. Это же номер на квитанции. На всех. Все сходится. Наша цель ГАИ. Очень может быть. Но о какой именно проблеме идет речь? Капитан, вы же лично три раза сдавали деньги на решение этой проблемы. Охота на дорогах. Да. Давно пора. Ну что же, тогда за дело. Это будет славная охота. Охота на охоту. А по-моему, правильно. Нарушил платить деньги. Через кассу. Через кассу себе дороже. И вообще, мы здесь решаем проблему, почему гаишники охотятся на нас, на водителей. Значит, на первую нас застали на дорогах, а на вторую – штрафы, то есть денежки. И вообще, нас водил спасать надо. Хорошо. Значит, вопрос упирается в деньги. Итак, первое. Что мы знаем про деньги? Зарплату опять задерживают. Перейдем ко второму. Гаишники. Виноградов. А что я-то? Было отработано сто гаишников. В руках у каждого из них палка, то есть жезл. И? И все. Не куста. Профессор, а что вы думаете об этом? А я думаю, что Сергею давно пора влепить выговор. Это понятно. Но я спрашиваю о палке, то есть о жезле. А, ну, если рассматривать доисторическую параллель, то именно благодаря палке обезьяна превратилась в человек. А теперь мы наблюдаем обратный процесс. Человек берет в руки палку, то есть жезл, и он деградирует. Деньги давай, вот это все. Я взломала компьютер МВД, и вот типовое заявление сотрудников. В связи с тяжелым материальным положением прошу перевести меня в инспекторы ГАИ с выдачей палки. Хотя бы на месяц. Дата, подпись. Ха. Значит, источник... Значит, источник проблемы жезла. Я помню, в 60-х годах у Хрущева и Кеннеди была аналогичная проблема. Это ЦРУ. Не будь дурой. Так, что? Хватит об этом. Марина, пробей-ка все это по компьютеру. Мне нужны цифры. В среднем по стране неофициально штрафуется 100 286 водителей в час. На общую сумму 30 миллионов 97 823 рубля. А откуда взялись 23 рубля? А? Набежал от водителей запорожцев. Ясно. Проблема становится необратимой. Дорога каждая минута. Марина, что там с ЦРУ? Проблема жезла закрыта бинарным кодом президента. Я делала все, что могла. Мои компьютеры не принимают кириллицу. Дядя Миша! Что? Опять бинарный код президента США? Вашингтонову через коры мысли чего? Да. Ну, мне нужно полчаса времени. И скрепка из ржавеющей стали. А у вас нет столько времени. Даю вам 30 минут. Ну что, все. Время пошло. Через иноземцево делать. Нет, что по-нашенски. Отставите. А я чего? Я ничего. Мне за державу обидно. Ничего. Я что, ибо по-нашему скумекую. Ну, скрепку-то давайте. Марина. Вот, сталь из Т-3, делегированная, ржавеющая, гнется. Годится. Что у них там за процессор? Не 8 Тел? Пентюм-5. Ха! Деревня. Понимаете, Фридрих Павлович, может дело не в палке? Скорость-то, радар меняет. Может, надо влезть в эти радары, как говорится, повесить на них туфту? Не, ну, у меня сосед так делает. Он вешает на лобовое стекло свои копейки компакт-дискс. То есть, что сигнал отражает. А? Дурак твой сосед. И компакт-дискс, фигня. Дешевка заграничная. А вот, надругаться над радарами, это мысль. Тут мы с тобой, как говорится, попали в одну воронку мысли. Вот. Система под рабочим названием «Получи фашист-гранату». И как это работает? Бесплатно. Вот сюда вот закладывается сережкину туфта. Вот это направляется на их пикалку, ну, на радар. Нажимается вот эта хреновина. Туфта летит на пикалку. Они смотрят. И видят. Показатель рождаемости в Урюпинске. Ха! Вещь! Хм! Гениально! Ну, ладно, что-то. Гениально, но не пойдет. Чуть. Потому что нам нужно воздействовать не на прибор, а на человека. На его сознание. Я тут сказал, на его сознательность. Чтобы у него не возникало желания сидеть в кустах, брать штрафы за грязные номера, за непристегнутые ремни, за прочую мелочевку. А что я тебе? Этим гаишникам в башку залезу? Да ладно, не расстрелись, дядь Миш. Пригодится еще твоя граната. Да иди ты, Серега, с твоим соседом диски наломил на стекле, в службе. Да, Серега, как ни крути, все упирается в жезл. Я взлала на компьютеры ЦРУ. Они поступили нестандартно. Вот. В целях искоренения взяток на дорогах личного класса президента была значительно увеличена зарплата работников патрульно-постовой службы США. И все, и все, краузы. Для нас это тупик. С точки зрения высшей математики зарплата гаишников ничтожно малая величина, и поэтому мы в наших расчетах ей можем просто пренебречь. Выходит, прав был дядя Миша, американский путь решения нам не по зубам и не по карману. Приличная зарплата – это проблема куда круче решаемой. Ну, к тому же, для ее решения нам не поступала команда из центра. Так что... Правда, капитан? Пока, Бог миловал. А что же будем делать? Будем выходить на прямой контакт. Сергей, ты возьмешь на себя гаишников, мы с краузы водителей. Вперед, отважные! А я? А ты пока приготовь что-нибудь на ужин. Мы скоро вернемся. Дядя Миша, вот зачем они все прицепились к этому жезлу? Вот не моя женская логика подсказывает, что проблема в другом. Ну, меня, дочка, конечно, извини, я хоть и самоучка, но что-то не припомни, что кто-то изобрел женскую логику. Да ладно, ладно, не серчай. Ну и что там вся отчественная логика? Выкладывай. Ну, жезл это некий профессиональный атрибут, но ведь существует масса похожих предметов и в других профессиях. Ну, указка учителя, в конце концов, ну, я не знаю, дирижерская палочка, например. Ну, почему тогда учителя и музыканта не берут взяток? Они же вот и взяли бы, да им никто не дает. Вот, о чем это говорит? О чем? О материале, из которого изготовлены палки. Я проверила, многие похожие предметы сделаны из одного и того же материала. Вот и все. Ну, и о чем это говорит? Ну, я пока не знаю. Да, есть у женской логики начало, нет у женской логики конца. Слушай, Марина, а может быть, нахрен стричь? У ментов сети жезл и все. У них жезлов нет взяток. И этот человек только что критиковал женскую логику. Да, ну, ладно, я же это... Вот, ради эксперимента увел прямо с места дежурства охотника. Слезу. Уважаю. Сергей, как ты мог? Ну, я же ради дела. Вы это, только капитал не говорите. Да ладно, ладно. Какой результат? Да отрицательный. Гаечник взял сразу и перекрасил свою резиновую дубинку. А? Раз и готово. Каков, а? Ничего их не берет. Все равно, воровать нехорошо. Вот у меня бы на такой никогда рука не поднялась. Стоп. Как ты сказала? Воровать нехорошо. Нет, нет, потом про руку. Что у нее на такую рука бы не поднялась? Рука бы не поднялась. Ой, елы-палы, рука не поднялась. Ай, да кулибин пацан. Ай, да дядя Миша. Ай, да сукин сын. Если что, я у себя. Да, прогресс налицо. Фридрих Павлович, давайте ваших клиентов. Клиент номер один, прошу. Ну, сголубчик, что вы нам скажете? Ну, так всегда нам шиферам было не сладко. А сейчас гаишники совсем оборзели. Ногой не ступи. В смысле, колесом не наедь. Везде норовят бабки снять. Гаишник, правильно говорить, не колесом наедь, а колесом накати. Ну, но если накатить, то тогда вопросов нет. Виноват. А тут главное, ты резвый. Как ветровое стекло. А не из кустов. Ясно, ясно, спасибо. Следующий. Это водитель-катофалка. Их что, тоже штрафуют? Они скоро в гараже штрафовать будут. Меня, например, вчера и главное за что? Делаю рейс. Сзади оркестры бежут родственники. Догоняют, и вдруг этот с палкой. Превышение скорости. Давай, плати. Это еще что. Я водитель Мерседеса. Мне братишка знакомый тоже водила. Мерседеса рассказывал. Один гаишник ночью в постели собственную жену оштрафовал за то, что та не была пристегнута. Итак, я жду реальные предложения. Куликовская, повторяю, реальные. Предлагаю брызгать купюры какими-нибудь вонючими дешевыми духами. Сирень там или цитрусовые. Ни один гаишник таким деньгам даже прикасаться не станет. А если у них насморк, как у меня? Мне вот сейчас что твоя сирень? Что, Шанель номер пять? Отличить могу, разве что на вкус. Ну, а ты, дегустатор, что предлагаешь-то? Я предлагаю полагаться не на случай, а полностью положиться на дядю Мишу. Он все равно что-нибудь придумает. О, за что люблю Серегу, так это за твердость мысли. О, что мы без дяди Миши делали? Я его переделал. Трансформатор перемотал? Все, все. Сандалил сексильскую пару, не знаю, что такое. Ну, название-то какое чудное. Дядя Миша, а что это такое-то? Ну, это, ну, ясно дело, прибор. Тут Маришка, дайте, сказала, мол, у него бы рука не поднялась. Ну, я сразу скумекал. Неужели вокруг гаишника поле автовизировать? Активизировать. Архивизировать. Подожди. А то вот это загогулино повернуть. Такое поле будет, аж в носу зацвербит. Ваш гаишник не то что руку, палец не подымет. Сейчас попробуем. Зарубаю. Дядя Миша, опыты людьми запрещены из Женевской конвенции. Ой, о как. Так, все на пол шестого. Ой, красота. Дядя Миша, у меня от своего прибора что-то в носу зацвербело, а? Ты притуши свое поле, я почешу, а? Ну, антилопа угнул. Ну, истилища. Слушайте, я так понимаю, что он действует, этот прибор не выборочно, а на всех окружающих, да? Ну, так это побочный эффект. В нашем деле без этого никак. Я так и знал. Дядя Миша, вырубай, а то я сейчас втекну. Дядя Миша, миленький, ну отключи мне прическу, надо поправить. Вдруг кто-нибудь зайдет, а я... Прекратить панику. Кто сюда может войти, это секретный штаб. Товарищ Потапов, вы действительно выключай свой прибор. А, легко сказать, выключай. Это может детство сделано. Ах, это старая мельница крутится, вертится, бьется. Ко мне вода, моя мельница, все, все нормально. Эти кретины даже не догадываются, где собака зарыта. Нет, собаку откапывать не надо, она мне сейчас не нужна. Теперь я хозяин на дорогах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А с кем я разговариваю? Это шестой? Как нет? А кто? Квартира? Извините, ошибся номером. Чуть не спалили. Сегодня указом президента решено реструктуировать, простите, реструктуризировать ГАИ БИГД, простите, ГИБДД. Новые службы будут обеспечивать не только контроль движения, но и техосмотр, дорожное строительство, преподавание в автошколах и многое другое. Всего 93 пункта. Рабочая группа обещает, что эти изменения повлияют также и на негативные стороны работы сотрудников бывшей ГАИ, связанные в основном с так называемой охотой на дорогах. Дилетанты, мальчишки, они думают, что они этим отвлекут ГАИшников от их основного заработка. Указ вступает в силу 7 июля. 7, 07, 07, 07, 07. Это же кольца на 45 градусов. Я понял, это сигнал. Нас торопят, нужно срочно закрывать проблему. Дядя Миша, ну чего ты там? Давай! Дядя Миша, ведь второй час уже стоим. Выключай свое чистое поле, богатырь хренов. Выключай, чем я его выключу? Разве что не надо среди нас женщина. Лучше вспомнишь, что ты там про прибор говорил. Ну, говорил, что рука, мол, не поднялась бы. Вот, руки. А про ноги-то ничего сказано не было. Выключай прибор ногами! Говорил, надо было настраивать. Шкалейник. Ник, Айкью, иди отсюда, жертва технической революции! Стоять! Что? Я все понял! Ну, жезл! Это магнит! Магнит притягивает автомобили! Они просто вынуждены остановиться! Это же элементарная физика, конечно, я не догадался-то! Приверпал, сейчас деньги, они ведь бумажные! При изготовлении любых купюр используют металлические примеси! Наша задача размагнитить все жезлы! А как же это сделать? Очень просто! Дядя Миша, надо поменять силовое поле на электромагнитное! Да это проще простого! На приборе меняем степсель и конденсатор на такой вот! Ну, красный, в общем! И все, магнить, что хочешь! Дядя Миша, вперед! Сергей, передай в центр, что решение найдено! И не забудь, действуй по инструкции! Передашь информацию шифровкой через бармена! А как? Как-как? Молча! А-а-а! И бегом! Бегом! А-а-а! Продолжение следует... Продолжение следует... В данный момент президентский кортеж следует по улице Тверской в сторону Министерства внутренних дел. Президент хочет лично убедиться в том, что принятые меры по реструктуризации ГАИ в ГИБДД оказали положительное влияние на работу органов. Это сигнал! Дядя Миша, ну что там у тебя? Не мешайте! Дайте сообразить, куда же его... Президент так же пошутил, что цитирую... Новый указ о ГАИ это самое прогрессивное движение, скорость которого должна быть явно более 60 километров в час. Да. Конец цитаты. Он нас хочет проверить. Президент собрался превысить скорость движения кортежа и посмотреть, а штрафуют его или нет. Дядя Миша, у нас всего 30 секунд. Минуточку и все будет готово. Да какая минуточка! Так... Дядя Миша, 20 секунд! Не ори под ухом. Так, поменять полярную. Тьфу! В мониторе скорость 120 километров в час. Это явное нарушение! Смотрите! Инспектор! Он начинает медленно поднимать руку. Господи! Пять секунд! Неужели не успеем? Товарищ капитан Васов, В эти оставшиеся несколько секунд я многое хотела тебе сказать. Две секунды! Ну! Так, полярнуюсь, полярнуюсь. Ну! Погибать так с музыкой! Все! Фу! Фу! Сработало! Фу! 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 Ну, а я че говорю? Фу! Фу! Пацаны зеленые! Фу! 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 О, май гад! Я убью их! Не хочу! Волки позорные! Фу! 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 Выполнение задания объявляю отряду благодарность. Служим! Ну, где там был гонец правды? На Тверской. Видал, как там моя хреновина сработала? Видал? Я еще и таких девочек на Тверской видал. Да, они же там сто лет стоят. Симпатичный жуть. Вот придумать бы приборчик, которого... Кстати, они тоже стоят у дороги и берут с водителей большие деньги. Придупреждать же надо. У меня-то прибор мальчик, а тут другая конструкция нужна. Но ведь у них нет жезлов. Значит, проблема решена не до конца. Да. Все дело в дорогах. Я понял. Каждый, кто попадает на наши дороги, автоматически начинает требовать с водителей деньги. Выходит, прав был классик. Дураки дороги. Задачка оказалась пошире. Часть мы уже решили, будем решать остальное. Отряду! Повышенная боевая готовность! Ждем сигнала из центра! Повышенная. Хавканская, цена и литfang. Первая минута, свиты. Разped game. МышId cam! Продолжение в рамки. Саметра. Субтитры создавал DimaTorzok